Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, только вчера мы простили с Пасхой, праздником 40-дневным. И вот уже сегодня новый праздник, новая радость в Церкви, Вознесение Господа нашего Иисуса Христа. Спаситель во время своей земной жизни часто любил удаляться в горы, любил удаляться туда, где небо кажется ближе. И отсюда хорошо видны широкие просторы земли. Искушаемый пустыню дьявола и отвергший соблазнам укалывал, Христос стоял на такой высокой горе, с которой Ему была показана вся слава царств всего мира. В другом месте, на горе Фаворской, Он молился и то его просияло, а одежда сделалась белой и теркающей, как снег. Это было событием преображения. Нередко у Елеонской горы Господь останавливался со Своими учениками на ночлег. Эта гора находилась недалеко от Иерусалима. Здесь же, на пороге своих страданий, Христос говорит Своим ученикам о том, что будет с миром, с людьми, о том, что будет с Иерусалимом. И вот теперь, после воскресения явления ученикам, Христос вновь поднимается на эту любимую Елеонскую гору и возносится на небо, возносится в селение небесное. Что же это за небо, на которое вознесся Христос? Ученики видят своими глазами, как Он уходит на небо земное. Однако Христос возносится в небо духовное, являя нам при этом тайну соединения неба и земли. Небо земного, физического, и небо, которым мы не видим телесными очами, небо духовное. Незеримым это небо остается для человека до тех пор, пока он не станет причастным к тайне воплощения Божества, говорит один из современных богословов. И вот при Вознесении Своем Христос говорит о Своем втором и страшном пришествии. Он благословляет Своих учеников и отправляет их в мир, заповедая просветить Его. И есть по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, говорит Господь. В их лице, в лице учеников, Христос благословляет сотни, тысячи, миллионы людей, благословляет тех, до кого дойдет благая весть о спасении. Всех нас благословляет Христос сегодня с горы Елеонской. Его сокрыло таинственное облако, так что Он стал невидим, являя нам тайну невидимого неба. И до нынешнего времени это облако отделяет нас от Него. Поэтому мы не видим Его здесь, на земле. Он на небе и Он на земле. Он Бог и Он человек. Он в вечности и в нашей кратковременной быстротечной жизни. Христос всегда с нами. Христос пребывает в душе каждого из нас. И радость этой встречи, этого общения с Христом зависит от нашего желания быть со Спасителем мира. От нашего желания следовать к источнику жизни. В тропаре праздника Вознесения мы слышим следующие слова. «Вознесся, если во славе Христе Божий наш, радость сотворивая учеником». Какая же это радость, если ученики должны испытать разлуку, претерпеть расставание со своим любимым Господом и Учителем? Какая же это радость, если они должны лишиться общения, которое питало их сердца, утешало их души? Эта радость означает, наверное, то, что Господь, эта вечная Любовь и наше спасение, пребывает теперь не только с близкими Ему в земной жизни Любыми, но со всеми. Радость Вознесения в том, что Бог, который пришел спасти всех, может стать теперь близким каждому человеку. Более близким, бесконечно более близким, чем даже самым близким к Нему Апостолам. Вот что происходит сегодня, вот что совершает Господь. Он уже не в Иерусалиме и не в Иерусалиме, Он уже не в Капернауме и не в Галилее, Он уже не у Галилейского моря и не в Гефсиманском саду, Он повсюду. Вот что означает праздник Вознесения Господня. Не разлуку, а вечное пребывание с нами. И то, что Он уходит от нас, а поселяется навеки на земле, пока она стоит. И с этого времени каждая душа, поистине возлюбившая Господа, и потянувшаяся к Нему всем своим существом, слышит от Него. Я рядом, я буду всегда с Тобой, я буду всегда с Вами, дети мои, друзья мои. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok